Мама говорит, я болезненная была, я тем более в Россию приехала или с эвакуацией, чуть не умерла вообще. А где вы в эвакуации были? А мы всю войну в Германии были. В смысле вас загнали туда? Нас сразу загнали. Ну пойдемте я расскажу. Давай сейчас быстренько подсчетать, на пол диваняшка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один дом папин был, а один дом мама жила, маленький домик. Два кошечка было, маленький дом у мамы был. А у папы-то большой дом был, лесником работал, он дома строил. Ну и у папы хозяйство было, и коровы, и свиньи, и все было. И перед самой войной дом сгорел. Мы жили вот в своем домике. Мама вернулась домой. А брат шел, суматохи, шапку потерял. Вот, нашел пилотку, напяли пилотку, он ротиком такой с меня, вообще он рот у меня высокий был. И вот. Идет в этой пилотке, немец увидел, солдатская пилотка. Попадал в шкирку, в комендатуру, на расстрел. Ну, маме прибежали, сказали, мама побежала туда. Вот. Прибежала, этот самый, немцы все говорят, на своем. Я сама объяснила, что это местные жители Пилотка, что он где-то по дороге нашел. Отпустили. У нас жила в Белоруссии женщина на квартире. Бежанка. Ну, естественно, немцы жили здесь, все по домам разошлись. Немцам было очень много. А еще вот, как по полю... Вместе же прямо с жителями жили, да, в домах? Или выгоняли, да? Выгоняли, освобождали себе дома. Ну, у нас маленький домик был, и мне интересно было. В нашем... В большом дому они сделали гараж. Сразу вперед выпилили и машину оставили туда. Большой дом был у папы, значит, под крышей уже стоял. А еще... Вот здесь мост охраняли солдатики. Может быть, еще какая-то воинская часть стояла. А картошка не выкопана была. Вот. Ага. Это вот где-то сентябрь, октябрь месяц картошка стояла. Так, побежали наши солдаты по этой картошке, прятались. Их расстреляли всех. Немцы. Мама говорит, что было, говорит. Прямо, говорит, во полк приходили, расстреливали. А у них оружие было. Это мой муж рассказывал, что вы хоть не записывайте там то, что не надо. Да. Господи, нам сейчас все надо. И это самое, говорит. Ну, они, так как они мост охраняли, у них не цевье, а как в этих цевье, это охотничьем оружии, а это военных винтовках что-то было просверлено, чтобы они не стреляли. Вот. Они охраняли мост просто так, с оружием, но оно не действовало, с оружием. Вот здесь. Потом, значит, здесь уже мы жили, вот, ногу мне немцы лечили, носила маму на перевязку. То есть к ним в госпиталь, да? Да, у них воинская часть, у них свои врачи, все это самое. Они не очень пострадали, когда стрел был. А много они вообще народу лечили? Ну, я не знаю, я знаю, что меня мама носила, потому что мама говорит, какой-то снаряд был, этот осколок какой-то заражен, или заразу, говорит, мы занесли что-то. У меня еще сранка так есть, и это самое, вся нога была прыщами покрытая, как инфекция какая-то. Может быть, пока это вот, носили все инфекцию, занесли. Ну да, в яме этой. В этой яме, да, везде это самое, бинтов не было, ничего не было. Вот, ну вот это самое, говорит мама, кричишь, плачешь, тебе повязки снимают, вот, немец, ну, вылечили. Не совсем залечили, правда, в ноябре месяце, ну, уехали отсюда. В этом же году вот эта жиличка пришла и сказала, она с офицером гуляла, уходи, уезжай, будут эти машины поданы сюда. Жиличка, в смысле, это? Она гуляла с немцем, с офицером. Вот, и она пришла и сказала, что, говорит, мне, говорит, немец сказал, что их часть отсюда уходит. А раз они уходят, то тебя, говорит, здесь расстреляют, как коммунистику. Вот, вот этот староста, он все время катил на маму бочку. Я понял, она ему нравилась, раз... Она ему нравилась, вот... Если не так, то вот так, да? Не так, так так. Лошадь убьют, бегут, сядь топорами, кусочек мяса, вот. С плечей, говорит, снимают мешок. Вот, тебе не положено, и ты иди к коммунистам, пусть они тебя коснут. И вот эта жиличка пришла и сказала, говорит, уезжай, сохраняй детей. Что Бог даст, сохранишь? А морозы-то какие были? Ну, да, 41-41 год. Вот. В ноябре мама собралась и со своего дома ушла с нами вместе. Мы погрузили нас на машину. Родственников папиных много было. Никто не заступился. Маму не любили, потому что папа был богатый. Ну, как он богатый был у него? Порова была, был поросенок. Ну, хозяин был, да и все. Он хозяин был, он. У нас в те времена, да, чуть-чуть лошадь есть уже богатый. Лошадь у него была, он лесником работал, у самого руки золотые. Он все время дома рубил сам. Вот. Ну, он хорошо жил. Вот. И он маму взял с детьми с двоими. Ну, вот, ее не очень-то любили. Никто за нее не заступился, и она уехала. Я сегодня до зари встану. По широкому пройдусь в полю. Что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню...